Издательство Эксмо. Альберт Вилолда. Как создать свое новое тело. Читает Михаил Золкин. Предисловие доктора Кристиан Нортроп. По роду своих занятий я была давно знакома с работой Альберта Вилолда и слышала хорошие отзывы о нем от уважаемых коллег. Но до весны 2016 года ни разу не была на его выступлениях и не читала его книг. Той весной я занималась в тренажерном зале одного из отелей Торонто и во время упражнений слушала запись интервью, которое Вилолда дал на всемирном саммите издательства Хейхаус. Он рассказывал о том, как перенес смертельное заболевание из-за множества различных патогенных микроорганизмов, которые проникли в его печень, легкие и мозг. Узнав о том, как он в буквальном смысле создал себе новое тело, я испытала потрясение. Я сразу поняла, что хочу учиться у этого человека. Он прошел сквозь пламень, но остался целым и невредимым. Вот настоящий герой. Конечно, я и до этого знала о случаях неожиданной ремиссии. У меня даже было несколько пациентов, которые внезапно излечивались от различных недугов. Но никогда прежде я не слышала, чтобы человек описывал процесс ухода в преисподнюю, где он фактически встретился с неизбежной смертью, и последующего возвращения из этого путешествия с подробной дорожной картой, составленной с научной точностью, пониманием и, более того, духовным озарением. Самое главное, что уроки личного путешествия Альберта и созданная им впоследствии программа омоложения актуальны для всех. Его привело на этот путь критическое состояние, но вам нет необходимости сталкиваться с угрозой пересадки печени или чем-то еще более пугающим, чтобы начать этот процесс. Истина в том, что по мере старения мы не обязательно должны разрушаться и мириться с болезнями, острыми или хроническими. Альберта Вилолда освещает нам другой путь, указывая на силу, изначально присущую каждому из нас. Очевидно, что современная медицина не может служить проводником в этом путешествии. Она с треском провалила задание. Средний 65-летний мужчина в США принимает 6 прописанных ему лекарств лишь ради того, чтобы отдалить свою смерть. Но жить достойной жизнью они ему не помогут. Что же касается программы Альберта Вилолда «Создаем новое тело», то она полностью доказала свою эффективность. По моему опыту, никогда еще никто не разрабатывал такого полного руководства, позволяющего человеку преобразить свое тело и жизнь. Будучи одновременно и ученым, и шаманом, Альберта объединил мир традиционной западной мысли и культуру коренных племен. Лучшие научные и философские знания с древними традициями мудрости людей, наиболее близких к самой Земле. Никакие аспекты тела, ума и духа не остались без внимания. В этой аудиокниге представлено все, что вам нужно об этом знать. История Альберта Вилолда и его документально подтвержденные успехи произвели на меня такое впечатление, что я записалась на его ретрит в Чили в январе 2018 года. Там, среди знаменитой первозданной природы, вместе с 20 участниками из всех уголков мира, я имела возможность испытать на собственном опыте, что значит создать новое тело. Именно там я часто обедала с Альберта и его женой Марселой и проверила его рекомендации на себе. Программа включала все аспекты, от шаманских сессий до микробиомных анализов. Обучаясь вместе с другими людьми, я стала свидетелем замечательных изменений и увидела, как всего за семь дней на их лица вернулся румянец. Глаза заблестели, а походка стала пружинистой и бодрой. Что еще важнее, мы все объединились, научились делить друг с другом радости и печали, прониклись духом товарищества. Как международное племя первооткрывателей, мы близко и пристально изучали науку и технику, необходимые для расшифровки наших кодов ДНК. Сумели перевести биологические часы и отбросить многолетние устоявшиеся стереотипы вкупе с накопившимися токсинами, будь они психическими, физическими или эмоциональными. Когда Альберта сказал мне, что программа, которой мы все следовали, изложена в его работе «Медицина единого духа», я предложила ему внести некоторую правку и назвать книгу, как создать свое новое тело. Учитывая рост хронических заболеваний и общее ухудшение состояния людей во всем мире, я чувствовал, что в этой работе важно сосредоточить внимание на физическом здоровье. Альберта методично объясняет, что мы не должны мириться с возрастным ухудшением здоровья и хроническими недугами. Каждый из нас обладает способностью создать новое тело. Для этого необходимо провести детоксикацию кишечника и мозга, включить гены долголетия, чтобы продолжительность жизни соответствовала периоду здоровья, перезапустить часы смерти и, возможно, это самое главное, открыть умы и сердца, чтобы принять новый способ существования и мышления. И вот свершилось. Теперь вы слушаете труд всей жизни подлинного целителя, первооткрывателя и визионера. Этой мудрости хватит на всех. Важно осознавать, что наиболее действенный аспект программ медицины единого духа и создаем новое тело – это наши отношения с собственным духом. Это и есть тот единый дух, на который Альберта Вилолда указывает в первоначальном названии книги. Он красноречиво описывает процесс, в ходе которого наш дух организует физическую реальность в окружающем мире, точно отражая наши мысли и убеждения. Если мы решим придерживаться старых моделей поведения, предписывающих винить и стыдить, которые западная культура поддерживает на каждом шагу, то мы просто будем запускать одни и те же ветхие программы и воспроизводить давно знакомые болезни, преследующие наш род. Изменений не будет, но есть и другой путь. Книга «Создаем свое новое тело» содержит очень специфические научно-духовно обоснованные практики для отхода от вредных убеждений и стандартов поведения, внушенных нам семьей и культурой. Альберта Вилолда дает нам новое понимание возможностей, способных стать реальностью. На этих страницах найдутся ключи, с помощью которых мы раскроем свой огромный потенциал счастья, здоровья и радости. Не обязательно ехать на шаманский ретрит и даже выходить из собственного дома, чтобы реализовать свое неотъемлемое право начать чудесную работу по созданию нового тела. Вы просто должны быть готовы сделать первый шаг. Позвольте Альберта Вилолда быть вашим гидом. Подарите себе новое тело и новую жизнь. Кристиан Нортроп, доктор медицинских наук, автор бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс, богини никогда не стареют и защититься от энергетического вампира, как избежать токсичных отношений.